вот такой у нас торт мадонна получился кому интересно прошу присоединиться для просмотра видео не забываем ставить лайк привет дорогие друзья сегодня я хочу показать вам очень вкусный и очень простое приготовление торт называется он мадонна этим рецептом поделилась со мной когда-то моя клиентка она работала в кондитерской у нас в городе и они эти торты делали но этот торт делался на продажу в их не кондитерской вот на самом деле очень простой и как-то я заказывала этот торт своему ребенку на день рождения у них и потом когда она уже там не работала а я продолжала с ней общаться нагреть я тебе дам рецепт этого торта если хочешь ты можешь в любой момент его сделать вот ребят настал час когда я хочу поделиться с вами этим бесподобным тортом он очень вкусный и реально очень простое приготовление раскатывать коржи мы не будем все вы увидите сами значит нам для приготовления понадобится 200 грамм сливочного масла можно заменить на маргарин моем случае сейчас сливочное масло но вообще по рецепту насколько я поняла они использовали маргарин в кондитерской моем случае масло сейчас две столовые ложки меда стакан сахара значит смотрите мои стаканы по 250 миллилитров если сухие ингредиенты значит это по 200 грамм у меня сюда входит два стакана муки вот 1 чайная ложка соды ой немножко рассыпала 1 чайная ложка соды и у нас идет 3 яйца вот 3 яйца вот это все что нам понадобится для теста ребятки в первую очередь ставим значит в ковшик масло кладем и ставим на огонь растапливаем масло и так у меня уже на огне стоит сотейник с маслом уже масло начало понемножку топиться в этот момент я добавлю стакан сахара так и все это дело мы смешиваем растапливаем так скажем масло с сахаром ребятки контролируйте чтобы у вас ничего не подгорело вот ну и принципе в данный момент можно добавить сразу и мед сюда потому что мед у меня видите за сахаренный если у вас свежий мед вы можете добавить его немножко позже когда у вас растопится масло я сразу буду сюда добавлять и продолжаем растапливать и вот настал момент когда у наша вся вот эта смесь сахар мед видите ребята и масло начинает кипеть в этот момент мы убавляем газ на минимальный и всыпаем сюда соду всыпаем соду и быстрыми очень быстрыми движениями я возьму вот такой вот венчик начинаем вот так вот делать так ребятки у меня немного убежала за бортики но я уже не стану ничего пересыпать мне нужно сейчас вот сделать заварить вот эту вот основу и присыпать мне сейчас нет времени выберите повыше кастрюльку с высокими бортиками чтобы у вас не произошло такое чип как у меня он видите пока пола у меня на плиту но ничего страшного нет мне надо быстро быстро такими движениями завариваем вот эту вот основу смотрите ребяточки она у нас видите становится такого карамельного цвета обратите внимание вот такая вот желтенькая очень красивая она такая должна быть продолжаем мешать в районе 1 полторы минуты и наша считай заварная основа она уже будет готова так все ребят вот уже и готова наша основа для теста вот такая она красивая вот такой янтарный имеет красивый золотой цвет вот все выключаем у нас и так теперь я нашу заварную основу перекладу вот просто в тазик там где мы будем уже делать все тесто остальное похоже на вареную сгущенку и по запаху кстати тоже напоминает вареную сгущенку так перекладываем все она быстрее остынет здесь у нас в тазике и так вот наша смесь которую мы приготовили сейчас я буду вводить по одному яйцу и взбивать надо очень быстренько взбивать смотри яйца мобиль и очень быстренько быстренько все это дело взбиваем ребята и тем временем будем постепенно сразу по чуть-чуть вводить муку этим мы завариваем тесто можно это конечно делать и просто ручным венчиком но это надо очень быстро все делать и лучше использовать миксер в этом случае и таким образом друзья мы будем полностью всю муку постепенно-постепенно один стакан есть берем 2 стакан какая карамельная смесь получается у нас итак друзья тесто готово смотрите какое оно красивенное получилось очень красивая она у нас жидкая как вы видите и так хочу показать вам как нанести нам на силиконовый коврик тесто берем пару ложек 2 ложки достаточно можно шпательком размазывать можно просто ложечкой размазывать и вот таким вот образом мы по нашей форме распространяем тесто растягивая его я стараюсь не выходить за вот за рамки того как я решила какой будет у меня круг чтобы можно не обрезать будет потом коржи просто тесто не растекается очень хорошо пропекается если у вас будет тесто жидковато и будет растекаться ничего страшного вы просто обрежете немножечко вот коржи потом и они у вас пойдут на присыпку обрезки это не страшно так вот так вот ребятки вот таким вот образом мы наносим тесто очень тоненько вот и ставим в духовку и так прошло у меня практически 6 минут я смотрю что корж готов сейчас будем доставать вот такой корж получается ребята он пышненький смотрите он поднялся но тем тем же временем он очень нежный и мягкий и что хочу сказать что он очень очень тоненький таким образом мы будем выпекать с вами полностью все коржи то есть перепекать все вот это наше тесто 5 минут смотрите 5-6 минут уже готова потому что 10 минут до этого я раскалила духовку если духовка будет холодная первые коржи у вас будут минут 10 стоять а последующие быстрее быстрее итак ребята перепекаем все коржи сейчас я покажу вам как его легко перенести с этого коврика вот на другой коврик смотрите я возьму смотрите ребятки как я это делаю вот так вот кладем ровненько опа и вот таким вот образом ребят пока горячий пока очень горячий он он очень легко снимаются когда он у вас уже по немножечко остынет на коврике на силиконовом он будет намного хуже сниматься делайте это все когда еще у вас очень горячий корж вот таким вот образом снимаем все коржи вот и они у нас здесь лежат остывают итак у меня получилось всем коржей вот вот такие тоненькие очень классные коржи получились ребят смотрите какие они тонюсенькие смотрите значит всем коржей и один у меня немножко разломался его вот так вот поломала и сейчас я его возьму блендер и перебью сделаю крошку это нам понадобится для обсыпки торта и так я взяла вот такой блендер полностью все вот эти вот обломочки мы отправляем блендер и измельчаем их это будет у нас обсыпка торта сейчас мы приготовим с вами крем и и так настало время сделать крем для крема мне понадобится банка вареной сгущенки меня покупная вареная сгущенка риска я ее часто использую очень мне нравится значит пастеризованные сливки 400 миллилитров это 30 процент 33 процентные пастеризованные сливки свежие не кислые два детских сырочка я беру здесь у меня находится по 100 грамм сыра это очень мягкий похоже на маскарпоне срок можно его не заменять маскарпоне и взять просто 200 грамм маскарпоне я заменяю его такими вот сырками очень классные очень нежная сейчас я вам покажу как они выглядят в середине вот точно маскарпоне они не кислые они такие нежные консистенция очень классная так два таких сырка значит по 100 миллилитров это 200 200 200 грамм в общем два сырка 200 грамм и так я отправила сюда сливки для начала я взобьем сливки вместе с детскими сырками если не найдете сырков берите просто маскарпоне вот вот такая нежная консистенция смотрите вот этого творожного сыра очень классный рекомендую просто ну и по финансам это намного дешевле чем взять и настоящий морск маскарпоне использовать вот две баночки берем сыра все взбиваем и так начнем взбивать на маленьких оборотах сыр вместе со сливками когда немножко поменяется плотность будет немножко густеть мы будем постепенно добавлять нашу сгущенку все продукты у меня холодная с холодильника то есть настояние у меня не стояли я сразу достала с холодильника и начала работать теперь его смотрите не начинает по чуть-чуть уже вырисовывается рисунок от венчиков и так по чуть-чуть будем добавлять вареную сгущенку буду брать по столовой по две столовые ложки 1 2 столовые ложки за раз и взбивать таким образом мы вводим полностью всю банку крем нам понадобится 500 миллилитров 500 миллилитров сгущенку итак у меня получился вот такой вот шикарный ребята крем и так настало время собирать торт собирать я буду сразу на вот такой вот подставки прям здесь она у меня стеклянная можно полностью на ней резать как бы торт значит сейчас я померяю обрезать я ребят ничего не буду немножко нанесу вот так вот крема чтобы у нас не двигалась поверхность чтобы нас тортик не уехал в сторону наносим немного крема вот так вот на и кладем вот так вот если будет ломаться при при тому как мы будем прижимать немного и будет ломаться ничего страшного в этом нет обрезать края я не буду вот если у вас есть желание вы можете края обрезать я обрезать ничего не буду у меня есть на обсыпку корж который у меня поломался так что я его буду использовать и вот таким вот образом мы наносим крем не должно быть и сильно много крема ну и мало тоже смотрите сами но где-то приблизительно 3 миллиметра 4 вот так вот крема накладывайте чтобы у нас хорошенько пропитался наш корж и торт не был сухим вот кстати хотела сказать если кто любитель масляных кремов в этот торт используется еще другой крем вот который не на сливках а на масле берем 400 грамм масла также мы берем пол литра сгущенного молока вареного и взбиваем это все и у нас тоже выходит просто обалденный шикарный крем вот масляный и в этот торт он так сама может использоваться очень вкусно будет так что принципе кто очень любит вот вот я вам принципе один крем я показала а второй крем рассказала вы можете использовать вот смотрите ребята вот ни много ни мало вот такой слой мы накладываем вот сгущенки то есть нашего крема вернее и так кладем следующие последующие слои делаем точно так само вот смотрите дорогие мои как раз хватило крема мне вот на 7 коржей хорошо их промазать реально крема там достаточно вот смотрите я измельчила один корж у меня поломался вот я его измельчила на вот такие вот мелкие на блендере в общем измельчила и теперь мне нужно сверху покрыть тортик полностью вот вот такой вот крошечкой это классическая так скажем покрытие торта мадонны ничем я украшать принципе не надо на производстве и делают в кондитерских тоже с таким же покрытием вот или делает фотопечать насколько я знаю как как я когда-то заказывала было фотопечать и таким же способом покрываем полностью весь тортик вот и бока бока я наношу вот так вот умеешь паталек я беру вот так вот и вот так вот покрываем полностью полностью бока нашего тортика вот так вот и я гиброй и Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужно минимум 5 часов, чтобы он пропитался. Вот, можно его и раньше есть, но он не будет такой, знаете, может быть, супер такой нежный, прям пропитанный. Надо все-таки... Желательно вообще такой торт делать на ночь. Вот, вечером мы его сделали, на ночь поставили в холодильник, и утром он готов уже для того, чтобы кушать. Ну, пройдет у нас 5 часов для вас незаметно, и я покажу, какой он в разрезе. Ну что, у нас прошло 6 часов, тортик настоялся. Сейчас я хочу показать вам, какой же он в разрезе. О, ребята, какой он мягкий. Класс! Вот такой великолепный тортик, смотрите. Очень мягко режется. Так. Смотрите, какой у нас получается торт. Пропитанный такой, классный вообще. Так. Так, попробуем. Вот, крема более чем достаточно. Ребята, какой же он вкусный. Ребятки, все, я попробовала. Очень вкусный торт. Я вам всем советую, приготовьте. Вы будете в полном восторге, и все ваши домашние тоже будут в восторге от этого торта. Очень вкусный, крема достаточно, больше не нужно. Вот. Второй крем я вам рассказала, масляный, как делать. Если вы захотите масляный, может быть, использовать для этого торта. Делайте, используйте, он тоже идет в этот торт, масляный крем. Я вам показала крем на сливках. Ребятки, очень вкусный, очень пропитанный получился. Вот, смотрите, мягенький получился, такой он пышный. Очень просто делать, реально очень просто он делается. Я думаю, что не надо, знаете, заморачиваться, раскатывать коржи, и это все долго. Вот. Торт обалденный. Честно вам скажу, я вам советую приготовить, повторить мой рецепт. Я думаю, будете в полном восторге. Ребята, ну что, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. До нового видео, до новых встреч, ребятки. Пока.